Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Макрон и Шольц вынесли Европе смертный приговор. Лидеры Франции и Германии написали совместную статью о смертности Европы, которую разместили в британской газете Financial Times. Это говорит о том, что тема статьи, а возможно и ее содержание, было придумано британскими стратегами по переформатированию Европы. В статье говорится о том, что Европа может умереть, если прямо сейчас всерьез не помочь Украине войне с Россией и не заняться геополитической перестройкой в Европе. Если не начать активно действовать, то Европа окончательно утратит присущую ей ранее лидирующую роль в мире и окончательно захереет. Европу при этом еще якобы можно спасти. Макрон и Шольц предложили для этого принять несколько решений, а именно создать новый единый рынок ЕС, вновь допустив в него Великобританию, повысить энергетическую независимость ЕС путем дальнейшего отказа от импорта углеводородов, создать общую европейскую систему ПВО «Небесный щит», прикрыв ею и вышедшую из ЕС Великобританию. Как можно судить по содержанию статьи, оно не имеет ничего общего с ее названием. Все перечисленные рецепты спасения Европы отвечают исключительно британским интересам. Великобритания на фоне активного переключения внимания США к проблеме сдерживания Китая захотела взять контроль над ЕС. Известно, что Brexit привел к сильному экономическому кризису на Туманном Альбионе. Лондон рассчитывал после выхода из ЕС подписать соглашение о создании зоны свободной торговли в США и Индии. Однако указанные страны на этот шаг не пошли. Не помог британцам в этом и этнический индус-сунок, от которого теперь британские элиты решили избавиться. Индус во главе британского правительства британцам больше не нужен, поскольку британцы теперь намерены заключить выгодное им торговое соглашение с ЕС. По итогам 2023 года экспорт британских товаров снизился в сравнении с 2022 годом с 532 до 520 млрд фунтов. Спрос на британские товары в мире на фоне снижения рентабельности производства продолжает сокращаться. В этих условиях британские элиты делают ставку на возвращение британских компаний на европейский рынок сбыта. Для этого Лондон намеревается устранить таможенные барьеры, возведенные после Брэкзита, лишить страны ЕС доступных энергоресурсов и заставить европейских союзников нарастить военные расходы в ущерб поддержке европейской промышленности.